ну что ж привет всем я решил выступить несколько необычном для себя жанре речь идет о том чтобы распаковать вновь купленный товар данном случае это нож впервые то есть откупировать впечатление я считаю что это самое ценное самое правдивое впечатление ну и заодно если будут какие-то вопросы и проблемы можно магазину как минимум показать что проблема возникла не в процессе моей эксплуатации еще до того то есть от производителя ну так начнем больше всего мне интересует два два ножа который я купил вот один из них это microtech я честно говоря даже не знаю какой из них сейчас я буду открывать но тем не менее одно то это их первое вскрытие так что тут у нас коробочки коробочка microtech у нас есть на ней ничего не написано и чехольчик вопрос насколько мне пригодится так как это в общем-то нож для интереса но тем не менее какой-то пух ну ничего так добротненько сделано сейчас не интересует не чехол а непосредственно нож я насмотрелся канала вот забыл как называется а знам по моему о фронталках вот я решил себе заказать фронталку что тут у нас интересно если его протереть следы на нем остаются так достаточно конкретно я думаю это на видео будет видно такое покрытие специфическое как будто вроде бы как и резина и одновременно металл какой-то анодированный алюминий специфический да ну во первых нефирменные понятно что это китайская подделка нефирменные торксы без треугольников обычная стандартный торкс но тем не менее я знал на что иду то есть я решил для себя определиться нужно ли мне фронталка и как я буду воспринимать вообще познакомиться в первый раз руках держу фронтальный нож стеклобой с шариком это хорошо резать не будет ну что первое включение очень даже не дурственно то все происходит в масле я выбрал классический нож там еще был вариант кинжала вот такая царапинка небольшая на покрытии непонятная но это такое дело в общем то ну что теперь попробуем обратно его собрать ничего так кстати говоря кнопка не не агрессивная то есть убирается палец норма очень так уверенно и пружинист это все происходит класс я очень доволен интересный комбат трудом ну да конечно тайское исполнение с какими-то круга кругами на клипсе но марки он конечно тасс вытирать может быть от того что я волнуюсь страшно сильно у меня руки потеет но покрытие интересное то есть это не какой-то скользкий вроде бы и гладкий как-то в руке держишь получается очень даже усилия надо приложить достаточно сильно класс сталь здесь если не ошибаюсь 440 си либо 8 chrome 13 молибден ванадий надо будет уточнить посмотреть я уже сейчас не помню достаточно давно это произошло уже неделю назад я как-то у меня вылетела из памяти так и что у нас с ножом со струцей ножа пробуем да вроде так по ощущениям острый нам что-то на камеру так ну а ну криптили он тоже не особо хочет его отрезать разрезал но теперь точно также здесь ну так себя я так понимаю что сведение у него потолще будет линза видная спуске но здесь конечно толщина миллиметра 3 если не три с половиной вообще интересная штука у меня было такое подозрение даже скорее это не подозрение назвать можно опасение что тайский нож будет работать как-то непонятно но этот работает уверенно класс ну что рассказать я доволен сейчас еще будет еще один вариант еще более крутой 0 7 2007 года а купить можно восьмилетней давности нож ладно пока все